Привалов Андрей Николаевич, меня зовут, добрый день. Я хотел бы определиться с вами некоторыми данными. Дело в том, что я, кроме того, что работаю на кафедре внутренних болезней, я еще в течение 12 лет являлся сотрудником отделения неотложной неврологии и отделением реанимации для инсультных больных. И поэтому у меня была возможность ежедневно наблюдать этих больных. И вы видите в заглавии, я хотел бы упомянуть двух заведующих, Коль Николаевичу Савкову и Николаю Утсу, которые являются заведующим отделением неврологии и неотложной неврологии больницы номер 36. Итак, профилактика инсульта. Как вы знаете, число больных с инсультом огромное. Оно насчитывает примерно 7 миллионов смертей в 2017 году. И, к сожалению, число этих больных неуклонно увеличивается. Артериальная гипертензия является основным поводом для развития инсульта. Текущие клинические рекомендации нацеливают нас на целевые уровни 130 и 80, но достичь этих уровней, конечно, удается далеко не всегда. Есть интересная работа, посвященная глобальному исследованию бремени болезней. Вот по данным за 2016 год, которые доступны, оказалось, что в России систолическая артериальная гипертензия является причиной смерти 32% всех смертей России. И, естественно, что вот эта вот артериальная гипертензия, она реализуется, смерть через инсульты и инфаркты миокарда. Как же приводит гипертонию к инсульту? Конечно, имеется множество различных вариантов и множество различных, так сказать, механизмов. Я бы хотел выделить несколько наиболее, с моей точки зрения, актуальных, и особенно много обсуждается вот эта вот жесткость сосудистой стенки. Не только мелких артериал, но еще и крупных, конечно, сосудов аорты. Это в последнее время достаточно актуальная проблема, которая тщательно исследуется. Также артериальная гипертензия повышает вероятность атеросклеротического поражения различных сосудов и резко возрастает вероятность коморбидных состояний, прежде всего, фибрилляции предсердий. Много лет были споры, что опаснее в плане развития инсульта, это систолическое или диастолическое давление. И, в конце концов, получилось, что есть примерно одинаковое влияние на риск инсульта, как со стороны систолического тяга, и диастолического давления. К сожалению, и то, и другое оказывается для больных очень опасным. Посмотрите на данную схему, и видно, что если удается контролировать давление, то удается существенным образом уменьшить и, собственно говоря, риски всякие, и риск инсульта общий уменьшается. Особенно значимо уменьшается риск геморрагического инсульта, уменьшается риск фатальных инсультов, которые приводят к инвалидизации больных. То есть контроль за артериальной гипертензией – это профилактика инсульта напрямую. Я хотел вас познакомить с некоторыми результатами проведенного анализа. Здесь представлены причины, здесь представлены фоновые заболевания среди тех 450 больных, всех больных, которые умерли в 2020 году в отделениях неврологии и реанимации неврологического профиля. Вы видите, что гипертония, хоть она и очень важный фоновый недуг, но гипертония встречалась далеко не у всех, и тщательное исследование всех умерших показало, что только у 70% больных была гипертония, у 30% соответственно не было. В качестве дополнительных заболеваний выявлено мерцательная ритмия, сахарный диабет. Более чем у 10% были онкологические заболевания, активные онкологии, либо проведение химиотерапии и так далее. После инфарктный кардиоцкий рост около 10%. Парадокс, нам хорошо этот известен. Гипертонию нужно лечить, но почему-то больные не лечатся. Анна Григорьевна в своем выступлении на это уже указывала. Я вам приведу результаты, что меняется в России в течение 10 лет. Посмотрите, вот 5-9 год знают о гипертонии все больше 57-70-80%, но эффективно лечится 20-23%. Это было в 5-9 году. Прошло 10 лет, но ситуация практически почти не поменялась. То есть распространенность гипертонии остается в районе 45%. Знание о том, что есть гипертония практически на уровне 75-80%, а эффективное лечение все так же 23-24%. То есть, к сожалению, несмотря на то, что у нас есть достаточно, так сказать, возможности контролировать гипертонию, собственно ничего в лучшую сторону сильно не меняется. Я представил здесь американские пороговые данные по гипертонии, американские целевые значения артериального давления. Вы видите, что у них еще более жесткая позиция в отношении целевого давления. Для профилактики вторичной и первичной имеется в виду давление 130 на 80 и менее. Конечно, достичь такого уровня давления сложно. Прошло 20 лет, сильно поменялись рекомендации, и некоторые позиции по лечению тоже существенно поменялись. У нас были 5 препаратов, сейчас есть те же 5 препаратов, 5 классов препаратов, но отношение к бета-блокаторам несколько изменилось. И за последние несколько лет было показано, что бета-блокатор владает меньшей эффективностью по сравнению с другими лекарственными препаратами в предупреждении именно инсультов. Поэтому, когда мы рассматриваем набор лекарственных препаратов для лечения и профилактики инсульта, мы, конечно, бета-блокаторы вынуждены несколько отодвинуть на второй план. Как видите, по американским стандартам мы должны и можем, и даже обязаны в некоторых случаях назначать фармакотерапию даже при артериальном давлении, с нашей точки зрения нормальном, высоком нормальном давлении, то есть 130-139. Если у нас расчетный риск сосудистый существенный, высокий, то мы можем и даже обязаны назначать гипотензивную терапию. В 2013 году достаточно много было схем, в которых говорилось, что мы можем начинать с монотерапии и потом в случае не очень большой эффективности добавлять второй препарат. И были даже разработаны специальные схемы, какие препараты лучше комбинировать, какие препараты, вот как на красной, видите, красной линии отмечены, которые, какие препараты не стоит комбинировать. Прошло вот 8 лет, и комбинированная терапия стала практически обязательной. И вместе с увеличением возможностей в комбинациях получается просто математически существенное изменение вот этой схемы. Посмотрите, что получается, что количество комбинаций резко возрастает. Учесть возможностей и побочные эффекты от сложного взаимодействия многих лекарств получается все более и более сложно. Вот на этой схеме показано, что есть комбинации малопроверенные, видите, тонкими линиями они отмечены. Есть комбинации более-менее проверенные, чуть потолще, хорошие, отличные, лучшие. Но вы понимаете, что вот учесть всякие параметры, которые нам подскажут, какая комбинация хорошая, это оказалось достаточно сложно. Слишком много всяких разных факторов. Проведено специальное исследование, когда учитывалась не только комбинация и толерантность, и эффективность. То есть по одной шкале толерантность, по другой эффективность. Оказалось, что, ну понятно, что плацебо является самым легко переносимым. Как ни странно, есть новый класс, который себя плохо заклинал, ренин-ингибитор и прямый ингибитор ренина. К сожалению, этот класс, несмотря на то, что он совсем недавно был придуман, препараты этого класса не выдержали проверку временем. Я знаю, что в России не продолжается регистрация одного этого препарата. А дальше в схеме можно заметить, что, так сказать, чемпионами в сочетании толерантности и эффективности получаются кальциоблокаторы и кальциоблокаторы с диуретиками. Диуретики почти лучше всех по эффективности, но по переносимости не самые хорошие. Вот, поэтому получается, что по-прежнему у нас комбинации довольно сложные. Но в данном схеме, я еще раз подчеркну, изучалась эффективность в отношении профилактики инсультов. Итак, какие же результаты лечения? Представлен систематический обзор, и оказывается, что, вот смотрите, что получается до лечения. До лечения оказывается, что наименьший риск имеют люди исходно с нормальным давлением. То есть давлением меньше 130 систолическим. Риск у них меньше. Дальше, естественно, закономерно, чем выше артериальное давление систолическое, тем выше риск ишемического инсульта, достигая максимум при уровне 160. Что же происходит в случае лечения? Проведен курс лечения. Найлучший результат, как и ожидалось, у тех, у кого настигнут наиболее выраженное снижение давления 120. Дальше ухудшается. Но дальше у некоторой группы больных выявлен парадоксальный результат. Оказывается, что вот эти люди, их лечат гипотензивными препаратами. Формально мы не достигли результатов, но у них риск инсульта оказался существенно меньше, сравнимый, даже лучше. А это люди, у которых мы получили после лечения давление больше 150. Этот парадокс, конечно, он не совсем достаточно изучен. Видите, количество наблюдений, количество больных не такое большое, но мы можем иметь и увидим нечто похожее в рекомендациях последних по гипертонической болезни, где сказано, что если у пожилого человека давление 160, то, может быть, и не нужно сильно снижать это давление. Может быть, достаточно ограничиться монотерапией одним препаратом. Это я чуть-чуть укажу позднее. Итак, вот то, о чём я хотел вам сказать. Это выдержки из рекомендаций клинических за 2020 год. Пациентам старше 65 лет, может быть, можно ограничиться другим давлением. И, может быть, можно ограничиться монотерапией одним препаратом. Наиболее неприятным коморбидным состоянием среди всех, которые имеются на фоне артериальной гипертензии, конечно, являются фибрилляции персердия в медицательной ритме. Нужно сказать, что в нашем исследовании, например, мы знаем, что общая частота фибрилляции персердия в популяции составляет где-то 1-2%. С возрастом возрастает до 3-4%. Но в нашем случае это было 35%. У 35% больных, умерших от инсульта, выявлено мерцательная ритмия. То есть мерцательная ритмия существенно ухудшает прогноз течения инсульта, наступления инсульта, осложнения инсульта и так далее. К сожалению, во многих случаях мерцательная ритмия не выявляется. Мерцательная ритмия напрямую связана с уровнем диастолического артериального давления. Как вы видите, в данном исследовании показано, что чем выше уровень диастолического давления, тем чаще наступал, тем выше риск развития фибрилляции персердия, начала фибрилляции персердия. Аналогичные данные получены в отношении рецидивов фибрилляции персердий, как у нас, так и в европейских рекомендациях. Пожалуйста, посмотрите, 20-й год руководства по мониторию фибрилляции персердий. Гипертония стоит на первом месте среди факторов риска развития фибрилляции персердий. Аналогичное опасение высказано и в отношении рецидивов фибрилляции персердий. В 2016 году контроль за давлением относился к классу рекомендации 2А. В 2020 году контроль за давлением для профилактики фибрилляции персердий повышен, вы видите, до первого класса. То есть это выраженная связь между фибрилляцией персердий и артериальной гипертезией подчеркивается и уже в последнем рекомендации 2020 года. Аналогичные результаты, аналогичное мнение мы можем встретить и в отечественных рекомендациях. Для профилактики рецидива фибрилляции персердий необходим обязательно самый тщательный контроль за гипертензией. Это указано и у нас. Конечно, эта проблема очень большая, эта проблема очень сложная и, собственно говоря, мы не можем, так сказать, ограничиться указанными выше факторами. Но все равно, я должен сказать, что прошло время, но мы все равно возвращаемся к тому же, с чего может быть иначе. То есть для профилактики инсульта необходим контроль за артериальным давлением. Но этот контроль должен быть рациональным с учетом больного, с учетом его возраста, его статуса, его рисков, его коморбидных состояний. Тут множество всяких факторов. Выбор гипертензивного аппарата, к сожалению, не до конца регламентирован. Но, тем не менее, мы знаем, так сказать, чемпионов и знаем аутсайдеров. Мы знаем, что артериальная гипертензия и профилактика инсульта лучше достигается с использованием кальциевых блокаторов. И худшие результаты получаются при применении бета-адреноблокаторов. Самое пристальное внимание, конечно, нужно уделять и, так сказать, другим состояниям коморбидным, особенно фибрилляции предсердия. Фибрилляция предсердия является наиболее опасным фактором, который приводит и к ранним рецидивам, и к развитию инсульта, и, к сожалению, к фатальным последствиям. А выявив фибрилляцию предсердия, мы можем назначить адекватную терапию и, таким образом, добиться какого-то желательного результата. Ну вот, то, что я хотел бы вам сообщить. Спасибо за внимание.